Грибок ногтей на ногах Грибок ногтей на ногах — это заболевание, которым страдают и мужчины, и женщины. Одна моя хорошая знакомая недавно приехала с отдыха, где она проводила время у бассейна и стала жертвой этого, на первый взгляд, безобидного заболевания. Сначала она не придавала этому большого значения, пока Грибок не стал прогрессировать. Первые попытки лечения мазями не увенчались успехом, и она уже начала бить тревогу и отчаиваться. Но помощь пришла неожиданно. Приехав навестить любимую бабушку в деревне, она узнала прекрасный способ, который помог ей устранить это неприятное явление. Метод достаточно прост и доступен каждому, при этом результаты его действительно радуют и впечатляют. В основе рецепта лежит яблочный уксус и сода. Лечение грибка ногтей уксусом известно так же давно, как и само грибковое заболевание ногтей. И хотя сегодня существует масса современных лекарственных средств для борьбы с данным недугом, применение этого метода по-прежнему актуально. Уксус блокирует жизнедеятельность грибковых спор и полностью убивает болезнетворные микроорганизмы. Поэтому дерматологи советуют делать уксусные ванночки против анехомикоза и в профилактических целях. А сода отлично нейтрализует кислоты, приводя в норму кислотно-щелочной баланс. Применяя это средство от грибка на ногах два раза в день, ты полностью вылечишь заболевания даже без аптечных препаратов. Тебе понадобится 1 стакан яблочного уксуса, 5 столовых ложек пищевой соды, 3 литра горячей воды. Применение Для приготовления ванночки налей в тазик горячую воду, температура около 50-60 градусов, и налей в нее 1 стакан яблочного уксуса. Подожди, пока смесь остынет, до 40-45 градусов и погрузи ноги в тазик на 15-20 минут. После применения ванночки ополосни ноги чистой водой и вытри бумажным полотенцем. Через час повтори эту процедуру, но с добавлением в раствор 5 столовых ложек соды. Для достижения быстрого результата рекомендуется применять такие ванночки несколько раз в день. Суть метода в том, что грибок гибнет в кислосреде, а сода препятствует его дальнейшему распространению. Как видишь, это дешевое, доступное и работающее средство может стать отличным помощником в борьбе с неприятным заболеванием. Его также можно использовать для профилактики. Обязательно сохрани этот рецепт, и не забудь поделиться им с теми, кому он может пригодиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok